В Брянске на старт первого полноценного сезона ночной хоккейной лиги вышло шесть коллективов дивизиона «Любитель 40+.» Несмотря на то, что по условиям соревнований в командах не было профессиональных игроков, турнир получился зрелищным и интересным. Турнир интересный. Конечно, было бы интереснее, если было бы побольше команд участвовало, и более сильных, наверное. Потому что у нас были откровенно слабые ребята, которых легко было обыгрывать. И были откровенно сильные. Поэтому банально просто побольше команд. Было бы более интересно. По игре, скажу, мы выступили нормально, потому что мы единственная команда из периферии, которая ездит рядом с Брянскими. Они тренируются, а мы в сложном положении. Зимы не было. И тяжело нам играть на равных с такими командами. Главное участие. Мы сыграли все игры. Не было срывов. Так что мы довольны. Правда, как таковой борьбы, по крайней мере, за первое место не получилось. Брянский пересвет с первых туров, захвативший лидерство в турнирной таблице, задолго до завершения чемпионата обеспечил себе победу. Команда у Александра Воронина получилась действительно интересная. И что для любительского хоккея большая редкость – играющая. Я создал эту команду, будем говорить. Просмотрел много людей. Ну, в целом, получился неплохой коллектив. И влились сюда и Александр Иванович Касацкий, и Кириченко Илья Анатольевич. Вроде люди, которые еще не играли на таком уровне, будем говорить. Сами по себе катались, все. Мы их подтащили к этой команде. И они неплохо смотрятся. Я смотрю сейчас вот в этом турнире. Поэтому приятно смотреть, что люди вырастают на глазах. Помимо заветного кубка, игроки пересвета собрали и внушительную коллекцию индивидуальных наград. Серебро по итогам чемпионата досталось команде «Виктория». Замкнул тройку призеров «Брянский технодом». Турнир удался, потому что, во-первых, 14 команд участвовало. Вот, наверное, для нашего турнира главное – это массовость. Причем не только из Брянска, а команда из различных уголков Брянской области. Даже команда из людей Новоскалужской области приезжает к нам и регулярно участвует в первенстве в Брянской области. Вот это самое главное, что популярность хоккея как вида спорта в Брянской области растет у геометрической прогрессии. И подтверждение тому и строительство новых ледовых дворцов. И в этом году будут введены два дворца в Клинцах и в Трубчевске. А затем построятся в Климово и Суземке. Вот это основное. Теперь брянские ветераны отправятся в Сочи, в Олимпийской столице. В начале мая пройдет финальный этап турнира. Здесь лучшие любительские команды страны сразятся за главный приз. Напомним, регион, команда которого одержит победу в финале, получит в подарок новый ледовый дворец. Дмитрий Кузнецов, Александр Егоров. События. Брянск.